Добрый день, друзья! С вами Слово Экспертов, с вами Федерация Судебных Экспертов и тема нашей сегодняшней видеопередачи это судебная либо независимая электротехническая экспертиза. Что такое электротехническая экспертиза? Нам сегодня поведает эксперт с высшим судебно-экспертным образованием, выпускник МГТУ имени Баумана и всем известный Ян Городецкий. Итак, Ян, что такое электротехническая экспертиза? Зачем она проводится? По каким ситуациям требуется проведение электротехнической экспертизы? Пока три вопроса. Как правило, проведение электротехнической экспертизы требуется в тех случаях, когда возникают неполадки, неисправности или повреждения электротехнического оборудования. Что это? Будь то какие-то бытовые электроприборы, всем известны нам гаджеты, телефоны, планшеты, вплоть до крупной бытовой техники, холодильники, стиральные машины и заканчивая уже какими-то большими станками, комплексами, которые находятся в подчинении у предприятия, у каких-нибудь заводов. Почему, зачем нужна данный вид экспертизы? Казалось бы, компьютеры исследуются в рамках компьютерной экспертизы, а промышленное оборудование в рамках инженерной экспертизы, электротехнической, при чем? В случае повреждения электротехнического оборудования постоянно возникают споры о том, кто виноват. Кто виноват? Да, и для этого мы устанавливаем причину выхода из строя оборудования, а дальше уже люди решают, кто явился виновником этой причины. И обращаются по результатам экспертизы в суд. Да, в суд. Какие, мы до начала съемки обсуждали, какие виды электротехнической экспертизы существуют, то есть какая специализация существует? По заказчикам, допустим, по людям, по организациям, которые назначают экспертизу. Ну, виды делятся, на самом деле, очень просто и условно. Они делятся по каким-то мелким происшествиям, то есть у граждан, которые проживают в квартирах, в своих загородных домах, и уже так вот постепенно к более крупным, это станки на предприятиях, промышленное оборудование и прочее. К офисные помещения и так далее. Да, но больше к промышленному уже относятся. Как соотносится электротехническая экспертиза по неисправному оборудованию с пожаротехнической экспертизой? То есть у вас специализация практически, вы говорите об одном и том же, только в первом случае оно как бы вышло из строя и все, а во втором, наверное, начало гореть, и тогда уже экспертиза выходит за рамки вашей компетенции. Я правильно понимаю логику? Да, да, наши два рода экспертиз находятся на очень смежной территории. То есть оба исследуются провода, оба исследуются оборудование, какие-то приборы, да? Да, каждый по своим поставленным вопросам, каждый в рамках своей специализации и формируем уже общие выводы на основании своих исследований. Ясно. Следующий вопрос. Вот, как правило, люди сталкиваются с таким эксцессом, ну, несколько раз в жизни, когда по чьей-то вине какой-то, грубо говоря, человек в отвертка залазит в электрощитовую в подъезде, да, или мышь залазит в подъезде в электрощитовую, все взрывается, весь подъезд выгорел, а тут какой-нибудь праздник, там, грубо говоря, 10 часов вечера, все пришли домой и все находятся без света. Что делать людям в такой ситуации? И все, соответственно, весь, 15 этажей, все 15 этажей, все Самсунги, все гаджеты, все, что было включено в сеть, сгорели к черту матери. В такой ситуации... Что делать людям, как организовать этот процесс, подскажите, пожалуйста, вы, как бы, вы уже последнее звено в этом процессе, но все-таки, что надо сейчас людям знать, если у них это случилось? Если это случилось, то как раз-таки в первую очередь я советовал обращаться сразу к эксперту, чтобы не портить картину следообразования, чтобы эксперт сразу приехал на место и увидел все, как было. Чтобы не ремонтировали, не убирались, не передвигали. Чтобы крысу из электрощитовой не вынимали. Да, и, как правило, это бывает еще по вине управляющих компаний, либо обслуживающих электрика каких-то, и они очень любят заметать свои следы в этом случае. Чтобы не дать им успеть следы, иначе мы просто не сможем уже вынести какого-то решения. Стоит ли до привлечения эксперта, до звонка к вам, вызывать управляющую компанию на разборку и требовать от них составления акта? Вам это надо для проведения экспертизы или не надо? Требуется акт от управляющей компании, либо там ЖЭО, или не требуется? Если вместе с ними, то стоит. Если их вызывать раньше нас, то они могут только испортить все. Потому что они, естественно, хотят прикрыть себя. Либо одновременно. Либо одновременно, либо нас начало. Либо до того, да? Потом уже после того, как мы сделаем экспертизу, мы составим акт осмотра, место происшествия, и зафиксируем всю картину следового образования, как нам это нужно. Можно уже обратиться... То есть, оплавившуюся отвертку, или то же самое примитивно, крысу. Но если электрика, грубо говоря, убила в этом месте, что часто бывает, молодой стажер залез туда, и там остался, в принципе. Это уже рамки уголовных дел, и в этих же рамках проводится тоже электротехническая экспертиза, которая проводится по поручению следователя, следственного комитета, либо полиции уже. Так, по поводу изъятия вещдоков. Два слова. Изымаете вещдоки на месте при проведении экспертизы досудебной, или не изымаете? Фотофиксацию делаете, не делаете? Фотофиксация производится в любом случае. Изъятие происходит по мере необходимости. И также по возможности. Не всегда бывает так, что возможно изъять фрагмент какой-то с места происшествия. Мы можем иногда... Электрощиток вам не выдадут просто физически. Да, физически не получается забрать его. Иногда можем сделать пил-срез какого-то образца, чтобы отправить его на исследование в лабораторию. Чтобы установить, в результате чего могло возникнуть то или иное повреждение, было ли температурное воздействие, было ли это последствия короткого замыкания, посмотреть на картину следообразования, опять же. И в большинстве случаев хотелось бы, конечно, забирать всегда с собой какие-то доказательства. Но в основном, мне так кажется, или я прав, я не прав, то есть все-таки фотофиксация. Фотофиксация. Пока на месте осмотра, пока фотофиксация. Это обязательно. Если можно, оплавы, кусочки металла, кусочки резина, пластики, что... Да, все, что входит в область картины следообразования, обязательным образом фиксируется. То есть все, что посыпалось с этого электропчетчика, все это исследуется. Ясно. Сколько по времени проводится эта экспертиза? И что делать человеку, который получает от вас данную экспертизу? По времени данная экспертиза проводится, как правило, в течение одной рабочей недели, не больше. То есть мы за день делаем осмотр, выезжаем на место, составляем акт осмотра. И на основании уже далее полученных данных из лаборатории, тоже один-два дня, мы в течение пяти рабочих дней составляем полноценное заключение о причинах выхода из строя того или иного электрооборудования. Дальше с нашим заключением, как правило, людям следует все-таки обращаться уже в судебные органы. Потому что жилищно-коммунальное хозяйство наше... Никогда вины не признают. Нет, они стараются как можно больше денег с граждан вытянуть. То есть не было ни одного акта, где бы... Не было ни одного случая в вашей практике, чтобы управляющая компания признала, что это их электрик при ремонте. Никогда. Залил щиток. Иногда они даже задним числом увольняют их, чтобы все с себя следуют. Ответственность полностью с себя снять. Итак, друзья, надеюсь, вам наш видеодоклад на тему электротехнической экспертизы показался интересным. Если у вас в жизни происходит подобный инцидент, обращайтесь к Яну Городецкому, звоните в Федерацию судебных экспертов. Мы обязательно поможем вам в проведении данного рода экспертизы и постараемся с помощью суда привлечь их к ответственности. Все, друзья, до свидания, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok